В том числе, ну я припоминаю, когда я учился в институте на втором курсе, меня старшекурсники приглашают на встречу Нового года. Для меня это была большая честь. Это были простые те славные времена, когда это была загородная изба, все было незамысловато. Я прогулся с девушкой на эту встречу. Это была первая девушка в моей жизни. Я уже держал ее за руку, от этого у меня мутился рассудок. Вот такие были времена. Короче, мы приехали, и полдвенадцатого приехал из Сталина студент Мадис Киви. Я даже помню его лицо, имя и фамилия, и привез рюкзак ликера Ванна Талин. Я этот напиток видел впервые в жизни. На столе стояли пол-литровые алюминиевые кружки, куда было каждому налетел по бутылке ликера Ванна Талин, как выяснилось потом на всю новогоднюю ночь. Но поскольку я был с девушкой, я уже держал ее за руку, я решил ей показать, что рядом с ней настоящий мужчина. Поэтому я под бой курантов выпил эту алюминиевую кружку ликера Ванна Талин. Очнулся я 2-го числа. Ни девушки, никого не было. И с тех пор, наверное, на протяжении лет пяти, при слове Ванна Талин, я вздрагивал. Только потом я понял, что это бьется маленькими глотками, водовольствием и с кофе. Вот такой был мой год, который, естественно, заполнится. А что касается настроения, я был у Андрюши, действительно замечательный был, теплый вечер. Он вообще счастливый человек. Он как-то умудряется так идти по жизни. Наверное, все-таки, хотя я в силу своей профессии, как бы должен создавать людям хорошее наследие, что я, наверное, уже 30 лет и делаю, вот 31-го числа, я тоже работаю в Балдуме. Но я все равно считаю, что это не та инъекция, которая может быть привнесена. То есть это на какое-то время ты, как голод, ты утоляешь вот подряд на чем-то позитивном, а потом ты стоишь все равно наедине с самим собой. И ты должен сам, как вот уже говорили, взбатривать себя, искать тем более, что... Ну, у нас своеобразный такой, то ли климат такой. Видите, сейчас у нас, не говоря, то, что негатив, который все время показывает по телевизору, люди, когда какая-то беда, не снимают это на свои мобильники, и тем более просят присылать. И вот созерцательность, я к чему подвожу, вот у японцев есть замечательная способность созерцать. Вот как-то тут сакуру. То есть они получают удовольствие совершенно простых, но очень высоких вещей, если ты имеешь, как вот музыкальный слух, умение видеть. И столько замечательных картинок иногда, вот я бы говорю, чистою, иногда вижу очень забавные вещи, люди проходят мимо, и в то же место какие-то трогательные, симпатичные. Вот эти сосульки, на которые все жаловались, действительно. Но были такие люстры висели, я просто снял фантастические вещи висели в городе. Хотя я помню, значит, водосточная труба, какая-то табличка, и бабушил подходит и пытается пройти, что там написано, будьте осторожны, над вами сосульки. Надо стоять и читать этот мелкий шрифт. Так что вот надо вытаскивать из себя те запасы, которые все-таки каждому отпущены. Вот пытаться радоваться, вот вы уже эту фразу начали, у меня она как-то полностью, что надо радоваться тому, что есть, вместо того, чтобы мучиться из-за того, чего нет. Мы часто делаем последний, мы завидуем, нам что-то не хватает, это неправильно, надо радоваться тому, что есть. Спасибо. Еще вопросы есть в зале? Спасибо.